Революция Нужна была уничтожить бедность, преступность, привилегии и классовые различия. Новая эра социализма обещала мир, процветание и равенство для всех народов мира. Но социальный эксперимент провалился. Миллионы людей погибли. И уже через одно поколение треть населения мира жила в тени коммунизма. Эта история рассказывает, как идеалистическая мечта обернулась кошмаром. Мы увидим события глазами матросов, авангарда революции. Эта история основана на их письмах и воспоминаниях, на архивных материалах. В ней используется реконструкция событий, и все это в цвете, так как видели революцию ее участники. Это история русской революции. Русская революция в цвете. Свобода и надежда. Примерно в 30 километрах от Санкт-Петербурга, в Финском заливе, расположен небольшой укрепленный остров. Его назначение – защищать бывшую столицу России от нападения с моря. Окруженная цепочкой фортов, он до сих пор действующая военно-морская база. И еще несколько лет тому назад остров и его город, гарнизон Кронштадт, оставались закрытыми для посетителей. Лишь недавно удалось сложить воедино историю того, что происходило здесь в первые годы революции. В феврале 1917 года Санкт-Петербург назывался Петроградом. Шла третья зима Первой мировой войны, и страдавшееся население города голодало. Вот-вот должны были ввести хлебные карточки. Люди целыми ночами стояли в очередях, чтобы получить жалкие кусочки хлеба, испытывая растущее раздражение. 23 февраля работницы фабрик вышли на улицы в знак протеста против нехватки хлеба. Когда прошел слух, что хлеб намеренно прячут, в толпе стала нарастать злоба. Они бросали снежки на заводы, где работали мужчины, чтобы те тоже выходили. А когда мужчины вышли на улицы, стало ясно, что забастовка в столице принимает очень серьезный оборот. Когда к женщинам присоединились заводские рабочие, требования хлеба сменились лозунгом «Долой царя». К концу дня бастовали уже 100 тысяч рабочих. Агитаторы социалистов отреагировали на эти демонстрации. На следующее утро рабочие, встретившиеся возле своих заводов, снова вышли в город, уже вооруженные гаечными ключами и кувалдами, готовые драться. Среди наблюдавших за разворачивающимися событиями были и находившиеся в увольнении матросы с военно-морской базой. Поначалу мы точно не понимали, что происходит. Мы поговорили между собой, стоит ли нам остаться или возвращаться на базу в Кронштадт. Если честно, нам было все равно. Во всяком случае, поначалу Раскольников отличался от всех. Он не был в увольнении, как все остальные. Он учился на офицера, но еще был и настоящим революционером, большевиком. И по мере разрастания демонстрации, он очень хотел выяснить, что происходит. Мы все тоже очень этого хотели. В течение последующих двух дней акции протеста становились все громче, масштабнее. Их все труднее было контролировать. Такое положение дел становилось нетерпимым. В ответ власти решили очистить улицы от демонстрантов, для чего привлекли войска. 25 февраля имели место серьезные столкновения. Хотя уже многие мужчины, женщины и дети были изрублены или расстреляны полицией, демонстранты по-прежнему толпились на улицах. Одну демонстрацию остановил эскадрон казаков, привлеченных в помощь полиции. Думаю, понять это проще всего, сравнив Россию с бутылкой газированной воды, которую трясли и трясли годами, пока в феврале пробку вдруг не сорвало. Казаки были одной из самых жестоких составных частей вооруженных сил России. В прошлом они не раз беспощадно подавляли народное волнение и традиционно сохраняли верность царю. Но теперь в течение этих нескольких дней наступил один из тех моментов, которые изменили ход истории. Казаки Казаки С этого момента их называли товарищами-казаками и смотрели на них, как на рабочих и крестьян в шинелях. Один из самых грозных элементов вооруженных сил оказался ненадежным. Теперь городским властям оставалось одно – обратиться к высшей инстанции в России. Конец первой части. Русская революция в цвете. Часть вторая. Жители Петрограда вышли на улицы, требуя хлеба. Полиция уже не могла сдерживать демонстрации, а казаки оказались ненадежными. Городские власти обратились к царю с просьбой вмешаться. Царь был верховным правителем Российской империи. Но он находился на фронте, наблюдая за ходом боевых действий против Германии. Война складывалась неудачно для России. И ему не хватало времени разбираться с демонстрациями в Петрограде, которые он считал единичными акциями протеста. Он получал телеграммы с просьбами принять незамедлительные меры в отношении ситуации в столице. Поначалу, по-видимому, его это просто раздражало, но к вечеру он уже не мог отмалчиваться. Он решил отреагировать единственным доступным ему способом. Что касается политики, то у него в этом отношении было не малейшего чутья. Думаю, можно сказать, что с политической точки зрения он был полным идиотом. Он получал сведения от своего начальника полиции, который говорил о том, что ситуация выходит из-под контроля, что надо что-то предпринимать. Его первой инстинктивной реакцией всегда было одно – выставить пулеметы. Противостояние с народом вышло на новый уровень. Теперь на красных знаменах появились лозунги «Свобода» или «Смерть». На четвертый день волнений, когда против демонстрантов были брошены свежие армейские части, центр Петрограда превратился в поле боя. Теперь по прямому приказу царя военные должны были расстреливать толпы, если те отказывались расходиться. «Свобода» Было убито 50 человек, но царю не удалось справиться с волнениями. Несмотря на жертвы, демонстрации продолжались. А солдаты в казармах испытывали растущий гнев по поводу случившегося. И когда их командир попытался снова вывести их на улицы, их чувства вырвались наружу. Один солдат, Сергей Кирпичников, сказал, «Наши отцы, сестры, братья и невесты просят хлеба, и мы будем их убивать?» Офицер утратил контроль. Испугавшись за свою жизнь, он сделал ошибку, когда ушел от солдат и усугубил ее, когда побежал. Начался мятеж. Теперь солдаты понимали, что обратной дороги нет. Переломным моментом стал их переход в состояние мятежа. И теперь они могли остаться в живых, избежать сурового наказания лишь за счет дальнейшего распространения мятежа. Солдаты перемещались от казармы к казарме в поисках поддержки, и вскоре на улицы вышли другие мятежники, присоединившиеся к рабочим. В то время как на улицах столицы бушевали волнения, в Кронштадте находилось более 30 тысяч солдат и матросов. Кронштадтские матросы стали главной силой революции. Эти грозные бойцы были грамотными и хорошо подготовленными, поскольку в то время флот находился на переднем крае технической мысли. Но Кронштадт был и очень опасным местом. Долгие годы здесь накапливалось чувство неудовлетворенности. Даже командир базы, адмирал Вирен, сравнивал крепость с пороховой бочкой. Это место, где царила суровая дисциплина, где матросов и новобранцев держали под очень строгим контролем до февраля 1917 года. К матросам относились немногим лучше, чем к животным. И жестоко наказывали за мельчайшие провинности. Если матрос не отдавал честь, он мог получить 10 суток гауптвахты. Можно сказать, что в Кронштадте шла необъявленная война между офицерами и матросами. Кронштадт Кронштадтские матросы просто сидели на своих кораблях. Они почти не участвовали в боевых действиях. Корабли представляли собой кипящие котлы недисциплинированности, напряженности. В целом, это были бомбы, готовые взорваться в любой момент. Это было как ядерный реактор, в котором накапливается критическая масса мятежа, с которого в России начинается революция. По мере того, как матросы узнавали все больше о происходящем в столице, их недовольство начинало перерастать во взрыв. Офицеры, командиры старались сохранить в тайне информацию о событиях в Петрограде, но это было трудно сделать. База находилась недалеко от города, а у матросов там были какие-то знакомые связи и так далее. Так что кое-какую информацию они получали. И слухи до них, конечно, доходили. А слухи иногда подают информацию в преувеличенном виде. Они знали, что на улицах происходит волнение. Они знали, что в городе голод, и что там происходят хлебные бунты. Но вдруг им стало казаться, что происходит нечто большее. И они стали спрашивать у начальства, что происходит. Они стали устраивать собрания, они начали устраивать нелегальные собрания матросов возле своих кораблей. Командование начинало волноваться по поводу происходящего. Ситуация стала выходить из-под контроля. Некоторые матросы в прошлом были участниками подавленных мятежей. Они не собирались допускать те же ошибки, что раньше. Революцию организовать очень трудно, почти невозможно. Поэтому в 1917 году эти люди учли несколько исторических уроков. Во-первых, не пить. А во-вторых, держать офицеров под контролем. А еще лучше, их перебить. 1 марта матросы собрались, чтобы избрать новый революционный комитет. Это стало началом цепи кровавых событий. Матросы, недолго думая, взялись за офицеров, которые жестоко с ними обращались. Все произошло очень быстро. В течение одного дня мы избавились от всех офицеров, которые оказались у нас на пути. Если они были не с нами, мы их убивали. Первым в нашем списке был человек, которого ненавидели больше всех, адмирал Вирен. Он вышел из дома, одетый в белый летний китель. Думаю, он хотел выглядеть внушительно, но на самом деле имел жалкий вид. Он был очень строгим командиром. Его ненавидели. Так что для рядовых матросов он не был своим. Он был чужим. С него сорвали погоны и зачитали приговор. Варварский и жестокий режим превратил Кронштадт в тюрьму. Пришло время расплаты. Господи, спаси Россию от этих уродов. Плэй! К утру следующего дня офицеры Кронштадта либо были убиты, либо арестованы. Тем, кого арестовали, повезло. Старая власть прекратила существование. Кризис усугублялся, а царя Николая Второго остановили во время возвращения в столицу с Германского фронта. Революционеры перекрыли пути впереди, и императорский поезд оказался в ловушке. Самодержцу оставалось лишь бессильно сидеть в тупике. В эти последние несколько дней Николай представлял собой жалкое зрелище. Он даже не мог приказать, чтобы его отвезли на поезде обратно в Петроград. Теперь и для царя наступило время слушать других. И с каждой новой телеграммой становилось ясно, что у него остается один выход. Все, кроме одного, командующие фронтами, прислали ему телеграммы с предложением отречься. Триста лет династии Романовых правило Российской империи. В случае отречения Николая было сомнительно, что кто-то сможет вступить на престол. Его брат уже отказался от трона. А его сын, болевший гемофилией, был слабым и болезненным. Перед царем маячила перспектива конца династии Романовых. Царю оставалось либо пойти на очень далеко идущие уступки, либо отречься. В конце концов, поскольку у него не оказалось преемника, не нашлось никого, кто бы мог взойти на престол после отречения Николая, и режим пришел к бесславному концу. После отречения и ареста царя, когда у него не оказалось преемника, революция уже выглядела неудержимой. По всей стране сокрушались царские символы, и страна с энтузиазмом вступала на неизведанную территорию. Непосредственно после восстания в марте 1917 года наступил так называемый медовый месяц революции, когда казалось, что все будет хорошо. Левые силы от умеренных и либералов до социалистов объединились. Они избавились от царя, царское правительство неожиданно рухнуло. Я хочу сказать, что это всех привело в изумление. Армия не сопротивлялась. Революция выглядела достаточно бескровной. Это было время идей и идеалов. И Кронштадт привлекал радикалов всех оттенков, которые пропагандировали свои взгляды. И дня не проходило, чтобы к нам не приезжал кто-нибудь, чтобы рассказать, как мы изменили мир. Им, конечно, требовалась прежде всего наша поддержка, но у нас действительно появилось ощущение того, что отныне мы хозяева своего будущего. Помню, у нас появилась одна женщина, Лариса Рейснер. Она говорила о пуэзии, о книгах, чтобы заставить нас думать. Занятие для нас было непривычное, но она нам понравилась. Особенно Раскольникову. Печатные станки едва успевали печатать газеты и листовки, провозглашавшие наступление новой эры. У людей появилась новая вера. Это было почти религиозное чувство, ощущение революции. У них появилось чувство, что они в центре мироздания, что в России происходят самые важные события, и от них зависит исход. То есть в каком-то смысле они стали хозяевами истории. Россия стала стремиться к чтению. Все захотели читать, все стали свободными. Интересно, как это сказывалось на матросах. У них в руках стали появляться книги. Это был новый образ матроса. Матрос гражданин читает, стремится к знаниям, просвещению. Он хочет быть свободным гражданином свободной России. Во всей стране поднималась приливная волна социализма, и матросы были в центре событий. Народ пришел к власти, и голос матросов, солдат и рабочих был слышен через множество местных органов власти, через Советы. Прежде всего, люди должны были учредить институты, которые отражали бы их ценности, их интересы. И защищали бы их. Советы были организованы, чтобы представлять массы, и делали это очень эффективно. На заводах, в полках, на линкорах учреждались комитеты. Если об этом подумать, все это действительно невероятно. Русский народ стал хозяином своей судьбы. Это была прямая демократия в ее лучших и худших проявлениях. Воздействие революции на матросов в Кронштадте оказалось даже более сильным, чем на жителей Петербурга. Замечательно. Советов, рабочих солдатских, крещатских депутатов. Все сады. Записывай. Почему я должен? Тебя уже выбрали. Ты уже председатель. Они приняли в Кронштадте что-то вроде односторонней декларации независимости. Кронштадт во многом сам по себе город в городе. У них была самая прямая форма демократии. Они ежедневно встречались в полдень на Якорной площади, и к ним мог присоединиться любой желающий. Простые люди начинали говорить, мы хотим сами распоряжаться своей жизнью. Нам не нужны начальники, чтобы они нам указывали. Нам не нужны офицеры, чтобы они нами помыкали. Мы вполне в состоянии сами заниматься своими делами. Новое мини-государство Кронштадт даже стало устанавливать собственные законы. В Петрограде была высокая преступность. В Кронштадте какую-то часть 1917 года преступности не было, потому что матросы практически установили террор против криминала. Они считали, что это очень революционно. На всем большом острове, где стоял Кронштадт, не было ни преступности, ни проституции, ни азартных игр. И они этим очень гордились. А в Петрограде все выглядело так, будто февральской революции вообще не было. Царский режим сменило временное правительство. Его министры были демократами, но многие из них еще были и землевладельцами и стремились к продолжению войны с Германией. Находившиеся в эмиграции революционные лидеры разных взглядов возвращались на родину. В запломбированном вагоне прямо из Швейцарии приехал один из самых значительных революционных деятелей Владимир Ильич Ульянов. Партийный псевдоним Ленин. Этот человек возглавит русскую революцию. Его приезд изменит все. Конец второй части. Русская революция в цвете. Часть третья. Российский император был свергнут в результате народной революции. И во главе государства встало временное правительство. Русский народ встречал будущее в одной из самых свободных стран в мире. Сюда ехал Ленин. Исполненный решимости использовать революцию для собственных целей. Сделать ее своей. Ленин был человеком, хорошо известным в России, где его считали чрезвычайно опасным революционером. Но в то время новые власти в лице временного правительства считали, что дух новой России, дух демократии требует, чтобы они позволили Ленину вернуться в Россию. Ленин привез с собой на родину свои марксистские идеи. И во время долгой поездки в поезде через раздираемую войну Европу он составил план социалистического будущего. Он объявил свои 10 принципов, подобно тому, как Моисей объявил 10 заповедей на скрижалях. Это были апрельские тезисы, 10 апрельских тезисов. В принципе, апрельские тезисы сводились к двум вещам. Во-первых, передать всю власть Советам, что означало недоверие к временному правительству. И во-вторых, покончить с империалистической войной. Но ему еще предстояло убедить свою партию большевиков. Многие его соратники считали, что он сошел с ума. Что он не понимает ситуации в России, поскольку только что приехал из Швейцарии. Он был очень-очень сильной личностью. Он был из тех людей, которые никогда не показывают своих сомнений. Он всегда считал, что та линия, которой он придерживается, является правильной. И это очень помогает, это очень действует на людей. Но если человек ошибается, это опасно. А проблема в том, что Ленин временами мог упорствовать в своих заблуждениях, хотя мог и оказаться блестяще правым. Ленинским лозунгом был «Мир, хлеб, земля». И это было гораздо привлекательнее, чем стремление временного правительства продолжать большую войну с Германией. Солдаты потеряли желание сражаться на войне, которая казалась все более бессмысленной. Русские хотели мира, но не хотели отдавать свою страну немцам. Солдаты и матросы испытывали сложное отношение к войне, поскольку именно они находились на передовой. И они говорили, мы будем защищаться, нам не нужна победа. Но если они будут на нас нападать, мы нанесем ответный удар. Правительство, которое было в России после отречения царя, вдруг объявляет о наступлении на фронте. Казалось, что не изменились ни правительство, ни цели войны. В Петрограде начинается мятеж солдат, которые не хотели отправляться на фронт. Этот мятеж становится началом самой большой угрозы, с которой столкнулось временное правительство. Причиной всего этого была попытка правительства отправить войска из Петрограда для участия в наступлении. И солдаты сказали, «Это черта, которую мы не собираемся переступать. Мы не позволим вам этого сделать». Солдаты вышли на улицы, требуя передать власть советам. Они обратились за помощью к матросам из Кронштадта. Матросы отреагировали без промедления. На рассвете 4 июля более 10 тысяч матросов собрались на Якорной площади. Они получили боеприпасы, погрузились на корабли и направились по Финскому заливу в столицу. Их цель была простой – свергнуть временное правительство. Кронштадтцы хотели защитить добытую ими свободу, но не имели четкого представления о том, как это делать, и поэтому обратились к человеку, который казалось создан, чтобы их возглавить. Ленин разработал программу, которая практически полностью отвечала желаниям матросов Кронштадта. Никакой поддержки временному правительству, никакой поддержки войне. Программа создавалась чуть ли не с учетом мнения матросов, поэтому здесь наблюдается почти полное совпадение взглядов Ленина с одной стороны и матросов с другой. Тысячи матросов сошли на берег в Петрограде и направились по улицам бурлящего города, обрастая по дороге все большим числом сторонников. Они пришли к штаб-квартире большевиков в особняке Кшесинской, желая услышать лишь одного человека. Они хотели услышать Ленина, но дело в том, что Ленин поначалу не собирался выступать перед ними. Он не представлял, что он им скажет. Сначала Ленин произнес несколько ничего не значащих фраз, типа «Да как я рад вас видеть, это замечательно». Его скомканная речь с балкона продолжалась меньше минуты. Ленин не верит в спонтанные революции снизу. Он не верит в спонтанные силы. Он хочет иметь нечто им организованное, им возглавляемое, то, что он понимает, что контролирует, то, что движется в правильном направлении. Разочарованные матросы двинулись в город, чтобы встретиться с солдатами и другими демонстрантами, многие из которых были готовы драться. Проблема в том, что никто не был готов их возглавить или повести в бой. Революция вполне могла состояться в июле. В июле никто не мог спасти временное правительство от кронштадтцев и от демонстрантов. Они могли спокойно войти и арестовать временное правительство, но им некого было поставить на их место. Демонстрация закончилась трагически. В центре города войска временного правительства открыли огонь по демонстрантам с крыш домов. Демонстрация переросла в бунт. По городу прокатилась волна грабежей, насилия и убийства. Попытка матросов свергнуть правительство окончилась полным провалом, и большевики оказались в тяжелом положении. Июльские дни, похоже, ознаменовали переход радикалами черты, и правительство разумно начинает поворачивать ситуацию в свою пользу, распространяя слухи типа «У нас есть документы, доказывающие, что Ленина финансируют немцы, Ленин объявлен германским шпионом и предателем Родины, отдан приказ о его аресте». Сам Ленин немедленно скрывается, ускользнув от временного правительства, но партия большевиков продолжает работать в полуподпольных условиях. Но Ленин считает, что они проиграли революцию. Большевики потерпели крах. А в Петрограде появились настроения в пользу более жесткого правительства. Премьер-министром назначен бывший военный министр Александр Керенский. Но через несколько недель он оказался в сложном положении, когда недавно назначенный Верховным главнокомандующим генерал Корнилов выступил против Керенского и направил войска к городу. Керенский вдруг оказался перед необходимостью защищать столицу. Но поскольку его правительство потеряло доверие армии, он мог опереться лишь на одну силу. В последнюю минуту Керенский решил вооружить Советы. А Советы ему сказали, мы не будем тебе помогать, пока не освободишь арестованных членов Советов. Это означало, что Керенский разворачивался в сторону Советов. Но не прозвучало ни одного выстрела. Агитаторы Советов остановили эшелон с войсками, прежде чем он добрался до Петрограда. Они встретили солдат словами, а не пулями, и убедили их не поднимать оружие. Угроза военного мятежа миновала. Но теперь позиции Керенского резко ослабли. Он потерял поддержку со всех сторон. Более того, вооружив своих противников из Петроградского Совета, он теперь не мог забрать у них оружие обратно. Большевиков рассматривали как новую метлу, которая выметит из России все старые привилегированные элементы и учредит республику рабочих и крестьян. Но Ленин упустил эти вновь открывшиеся возможности. В июле он считал, что революция закончилась. И вот 7 октября Ленин возвращается из своего убежища в Финляндии, переодетый помощником машиниста. Он увидел, что для захвата власти большевиками наступил подходящий момент. С учетом наличия 40 тысяч теперь вооруженных рабочих, это был лишь вопрос времени. 10 октября Ленин внезапно появился на заседании Центрального комитета на квартире в пригороде Петрограда. Очень драматический момент. Здесь собралась вся верхушка петроградских большевиков. Среди своих последователей появляется и Ленин. Он старается убедить партию начать думать о захвате власти. Центральный комитет прохладно относится к этой идее. Члены ЦК вспоминают июль. Если мы сейчас выступим, то снова получим по первое число. Ленин, используя свою силу убеждения, престиж в партии и свое положение лидера, добивается принятия резолюции, в которой просто говорится «На повестке дня вооруженное восстание». К концу заседания Ленин написал на клочке бумаги, вырванном из детской тетрадки. Вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело. В те утренние часы, приняв решение, которое ввергнет страну во вторую кровавую революцию и изменит весь ход русской истории, они пили чай. На следующий день большевикам улыбнулась удача. Из тюрьмы выпустили многих из их лидеров, арестованных после июльских событий. Ключевой фигурой для большевиков был Федор Раскольников. Это особый человек, потому что он сочетал в себе подготовку морского офицера и большевика-ветерана. И Раскольников относится к радикальному крылу. Ему не нравится временное правительство, ему не нравится война. Он хочет, чтобы события развивались как можно быстрее. Раскольников пробрался в Смольный институт. Раньше здесь была школа для благородных девиц, а теперь обосновались социалисты из Петроградского совета. Теперь здесь постоянно проходили совещания и шла лихорадочная деятельность. Ленин держался подальше от Смольного. Он и Центральный комитет большевиков решили, что взять власть можно только силой. Ленин выступал за решительные действия. Он должен был привезти в Петроград все силы, которые мог собрать. И он стал искать все силы. Ключевой силой снова оказался Кронштадт. В течение дня Кронштадт может направить 10 тысяч человек в центр города, чтобы сделать то, что требовалось большевикам. Но Ленину следовало тщательно сформулировать свои пожелания матросам. Он понимал, что им нужно нечто другое. Ленин представлял большевистское правительство. Это не то, чего хотели кронштадтские матросы. Они хотели учредить советское правительство. И это было началом раскола, будущего разрыва между Лениным и матросами. Но пока матросы были готовы поддержать большевиков, чтобы защитить революцию и Советы. Все разногласия между ними возникнут позже. В течение следующих нескольких дней большевики уточнили свои планы по захвату власти, железнодорожных вокзалов, мостов и телефонных станций. Все это реальные шаги. Это будет не импульсивное спонтанное восстание, основанное на эмоциях, но спланированная вооруженная революция. И роль главной ударной силы отводилась к кронштадтским матросам. Вечером 24 октября представители революционного комитета позвонили из Петрограда и официально попросили моряков выступить на защиту Советов. И снова матросы откликнулись без промедления. Они принялись разрабатывать детальные планы, чтобы избежать любых случайностей. Все выглядели очень решительно. Мы думали более четко, чем в июле, и точно знали, что должны делать. Вторая революция, Октябрьская, выглядела иначе, чем первая, Февральская. И основное различие в том, что это была спланированная революция, организованная заранее. Утром 25 октября матросы направились к столице. Флотилия прибыла к месту назначения во второй половине дня и присоединилась к крейсеру «Авроре», стоявшему на Неве в центре Петрограда. Перед ними стояла ясная задача – взять под контроль Зимний дворец, где заседали члены кабинета и премьер-министр, и потребовать капитуляции Временного правительства. Наступил момент, когда кронштадтские матросы, наконец, сметут остатки старых порядков. Матросы ворвались во дворец через открытые двери, почти не встретив сопротивления. В поисках обороняющихся войск они пробежали по лабиринту богато украшенных залов и коридоров одного из самых больших и богатых дворцов мира. Но у них не было плана дворца, и отыскать министров Временного правительства в одном из его 360 помещений оказалось нелегкой задачей. Это напоминало грандиозную игру в прятки. Когда они, наконец, добрались до этой столовой, оказалось, что премьер-министр Керенский уже сбежал, а министры сидели в ожидании ареста. Временное правительство прекратило свое существование. Всего в трех километрах отсюда делегаты Второго съезда Советов, собравшиеся в Смольном, вели ожесточенные споры относительно будущего направления революции. Они не имели ни малейшего представления, что уже произошло в Зимнем дворце. Впрочем, до появления Ленина, в руках которого уже находилась вся власть, дискуссии в основном носили отвлеченный характер. Критический момент наступил, когда Ленин приехал через весь Петроград на трамвае, чтобы наделить съезд полномочиями и объявить о переходе всей власти Советом. Крайне важно, что в этот момент соединились политическое лидерство Ленина и ход революции в России. Он действительно определяет судьбу России одним этим поступком. Но члены других партий подозревали, что съезд фальсифицирован. Они чувствовали, что когда Ленин говорил вся власть Советам, он имел в виду вся власть большевикам. Оппозиционные партии устроили бойкот, дав Ленину и большевикам возможность полностью контролировать ситуацию. Этим противники Ленина в конечном итоге сами выкинули себя на свалку истории. Конец третьей части. Русская революция в цвете. Часть четвертая. С помощью кронштадтских моряков Ленин наконец получил власть. Теперь большевики приступили к полному преобразованию России. Неожиданностью стала уже первая серьезная проблема, с которой им пришлось столкнуться. Грабеж винных погребов в царском дворце. Это была одна из крупнейших коллекций в мире. И погромщики выпили или просто раздали прохожим тысячи и тысячи бутылок вина. Хорошо одетые люди на улицах, заполненных пьяными шайками и матросами, служили мишенями для стрельбы. Октябрьская революция в Петрограде сопровождалась чуть ли не самым грандиозным в истории похмельем. Ленин в это время, оставаясь за кулисами, усиливал свою власть. Но народ связывал надежды на будущее с обещанным учредительным собранием, которое должно было стать первым российским парламентом, избранным вполне демократично. Учредительное собрание обещало для России демократическое, справедливое, равное для всех будущее. Оно должно было стать ее первым вполне демократично избранным правительством. Учредительное собрание должна была избирать вся страна. Оно собиралось установить новую систему управления. Оно должно было установить демократию. Они хотели построить твердое демократическое основание, чтобы закрепить свои завоевания, и это очень волновало людей. В деревне предпринимали огромные усилия для просвещения населения, для разъяснения значений демократических выборов и для обеспечения в деревне надлежащей демократической процедуры. И все это было довольно успешно с учетом невероятно сложной обстановки в 1917 году. Выборы состоялись, но большевики получили лишь четверть голосов. Это почти не оставляло им выбора, кроме крайних мер. Естественно, вот на той ложе, в которой мы находимся, вот здесь на балконе, здесь были приглашены в основном большевики или люди, сочувствующие большевикам. В то время, когда выступали эсеры и другие, здесь оставалась публика. И начиная с первой речи Чернова, она улюлюкала, свистела, кричала, время от времени наводила винтовки на сидящем зале. Один даже выстрелил и чуть-чуть кого-то там не убил. У Ленина не было времени на демократию, и он выражал свое презрение к собранию, демонстративно засыпая на заседаниях. Демократическая парламентарная республика – это шаг назад, а шаг вперед – это республика советов, которая и есть в воплощении диктатуры пролетариатов. И только в половине пятого утра руководитель охраны Таврического дворца, матрос Железняков, шел к трибуне и заявил – «Караул устал, просим покинуть зал». Ленин закрыл учредительное собрание, заставив делегатов покинуть зал, и помогали ему кронштадтские матросы. Он силой захватил власть, уничтожив всякую надежду на всеобщую демократию. Ленин никогда не видел причин делиться властью с какой-либо политической партией. Он считал, что только его линия правильная, а остальные партии – всего лишь мелкобуржуазная интеллигенция, которая заведет революцию в тупик. Именно поэтому он должен взять власть. Ленин учредил чрезвычайную комиссию, чтобы бороться с проявлениями того, что, на его взгляд, было контрреволюцией. Комиссия, известная под названием ЧК, была предшественницей КГБ. Чекисты имели право арестовывать, допрашивать и казнить любого, в ком видели угрозу режима. К оппозиционным группам отношение было беспощадное. ЧК создавалось как законный инструмент революции для борьбы с несправедливостью, для борьбы с контрреволюцией. К сожалению, не всем это нравилось. Сюда стали стекаться самые разные люди, и ЧК в какой-то мере стала выходить из-под контроля. Чекисты взяли на себя обязанность искоренять любые формы критики. В Москве их внимание привлек популярный клоун Бим-Бом, который высмеивал на сцене коммунистов. Стоять! Кронштадтские матросы теперь испытывали мрачные сомнения по поводу режима, который помогли установить. Они выразили протест против Ленина и излишней жестокости чекистов. Они считали, что исполняют свой демократический долг, но на самом деле они, не подозревая об этом, положили начало курсу на противостояние с Лениным. Это было началом их конца. В течение следующих трех лет они воевали на жестокой гражданской войне и, находясь в Ленинской Красной Армии, сошлись лицом к лицу со своими бывшими товарищами. КОНЕЦ